Это программа День с толком. Студия Андрей Дреер. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютьюбе. Смотрите в этом выпуске. Есть ли привитые среди больных и хватает ли таблеток? Корреспонденты телеканала Толк побывали в только что открытом ковидном госпитале. В Тольменском районе пенсионеры неделю живут без воды. Или почему опасно выигрывать суд у коммунальщиков? Паводок отходит, приходят отдыхающие. Справляется ли единственный городской пляж с наплывом барнаульцев? В Алтайском крае перегружены пункты вакцинации от коронавируса. Только мобильные комплексы ежедневно принимают по 200 человек. А между тем возбуждено первое уголовное дело о подделке прививочного сертификата. Правда, речь идет о Красноярском крае. А правоохранители нашего региона дали разъяснение о том, какое наказание ждет ответственных за подделку и использование прививочного сертификата. Так, изготовление и сбыт фальшивых документов предусматривают лишение свободы сроком до 4 лет. Ответственность ждет и тех, кто заведомо использует поддельный прививочный сертификат. Это статья 326 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Статья предусматривает до 80 тысяч штраф, а также лишение свободы на срок до 5 лет, если эти действия повлекли за собой гибель человека по неосторожности. В Краевом МВД призывают граждан сообщать в полицию о всех случаях незаконной реализации прививочных сертификатов. Обязательную вакцинацию в Крае введут уже на текущей неделе. Это связано с быстрыми темпами прироста заболеваемости ковидом, в том числе увеличением числа тех, кто переносит вирус в средней и тяжелой форме. Для таких пациентов Крае увеличивает число ковидных стационаров. В одном из госпиталей «Красной зоны» побывал и я с коллегой Дмитрием Денисовым. Мы и узнали, действительно ли не хватает медикаментов, как пациенты с пневмонией относятся к прививкам и успели ли вакцинироваться. Чем плотнее, тем лучше. Для съемочной группы идти в «Красную зону» – это тратить на одевание, раздевание, обеззараживание и подготовку еще больше времени, чем на саму съемку. Но врачи могут нам только завидовать. На стопах скотч, на кистях скотч, везде защита, абсолютно непроницаемое бундирование, при том, что на улице сейчас порядка 28 градусов. Представляете, как должно жарко быть мне? А теперь представьте, как должно быть жарко врачам, которые здесь работают каждый день по многочасовым сменам. Эту «Красную зону» для больных коронавирусом средней тяжести открыли 3 июля. В тот же день привезли 29 человек. А уже вчера поступило 112 пациентов. Волна резко поднимается, и для врачей она тяжелее прежних. Она тяжелее в связи с тем, что пациенты более молодые, течение более стремительное. Она тяжелее по составу, контингенту поступающих, так скажем, возрастные люди. Они оказались в эту волну более ответственные. Большая часть пожилых людей, ну вот как мы видим по статистике, они привитые. Молодых больше. Это наблюдение врачей. Например, Павел и Мария. Муж на работе почувствовал себя плохо, уже дома поднялась температура, дышать стало тяжелее. Через несколько дней симптомы появились и у жены. Обнаружили двустороннюю пневмонию. Они хотели привиться, не успели. Вы пытались записаться на вакцинацию? Я нет, я просила, ну узнавала через друзей, через знакомых. Они хотели, и они боятся болеть. У меня есть знакомая, которая дважды переболела и не может поставить вакцину. Их нет. На само лечение в больнице пациенты не жаловались, хоть мы и настойчиво задавали вопросы. Ведь в соцсетях барнольцы сетуют на нехватку медикаментов в красных зонах. Врачи заверяют, проблем нет. Показывают забитые полки. Проблемы скорее с числом привитых. Врачи говорят, видимо, те, кто отказывается от вакцины, оптимисты. Верят, что не заболеют. Из окон стационара вид открывается сразу и на церковь, и на мечеть. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком. Цены на квартиры в новостройках края будут расти. Таков прогноз местных экспертов по недвижимости. Повышение ожидают ближе к концу года. И между тем с июля в крае, как и во всей стране, продлили льготную ипотеку. Правда, условия ее получения несколько изменились. Допустимый размер кредита теперь сокращен вдвое с 6 миллионов рублей до трех. Лимит единый для всех регионов. Изменилась и процентная ставка по ипотеке на жилье в новом доме. Скорректировалась от 0,4-0,5 пунктов до 1. То есть где-то ставка была 5,5, стала 5,7 при первоначальном взносе 20 и выше процентов. Ставка 5,9 стала при первоначальном взносе от 15 до 20 процентов по соотношению к сумме сделки. Некоторые банки откорректировали ставку на один пункт. То есть где-то ставка составляет 6,5 процентов годовых. Добавим еще в 2019 году стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляла в среднем полтора миллиона рублей. Но уже в 2020 с приходом льготной ипотеки она выросла на 200 тысяч. А к концу 2021 года, прогнозируют эксперты, самое ходовое жилье – однушка – подорожает в среднем до 2 миллионов рублей. Но главная причина подорожания жилья, по мнению специалистов, отнюдь не продление льготной ипотеки, а стремительный рост цен на стройматериалы в последние месяцы. Предприниматель из Косихинского района получил почетный знак Конгресса муниципальных образований за вклад в развитие муниципального управления. Анатолий Иванов долгое время развивает родное село Контошино, а сейчас добивается строительства там новой школы. К решению вопроса он даже подключил представителей Государственной думы. Подробности далее. Контошино растет, детей становится больше, а школа 60-х годов постройки все хуже. Об этом говорили депутаты райсовета, глава крестьянского хозяйства Анатолий Иванов и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Чтобы возвести новое здание, нужно попасть в краевую адресную инвестпрограмму. Причем строить школу можно на одной территории с действующей, не мешая учебе. На 140 человек, двухэтажные школы, 60 длина, 40 длина. Там нужно поместить. Да, мы со Светланом Александровичем уже смотрели, какие кабинеты, куда, чтобы там не предусматривается и овощи хранилища, и у нас же автобус школьный, чтобы гараж для автобуса. В старом здании текут потолки, проседает пол, разрушаются стены. Анатолий Иванов плотно занялся вопросом о внесении школы в краевую инвестпрограмму. Совместно с фермером Владимиром Устиновым оплатил экспертизу, которая признала здание аварийным. И это только одна из многих заслуг аграриев. Посмотрите, в том году крышу снова перекрыли в школе искусств. То есть это очень большие деньги он вкладывает для развития села. В зимний период он чистит, помогает в очистке улиц. То есть я бы сказала, что он вообще вот именно привносит, помогает жизни села. То есть не дает селу умереть. В этом году у Анатолия Иванова 29-я посевная. Когда он начал, в 92-м, во владении было 120 гектар. Сегодня более чем на 7 тысячах. Он сеет пшеницу, рапс, лен, гречиху, подсолнечник и людей в село привлекает. В основной костяк у меня местные жители села Контошина. Также жители переехали со степных районов Алтайского края, работают. Я им предоставил жилье. Они трудятся, работают, довольны. За помощь селу и активную деятельность общественник и депутат Анатолий Иванов был удостоен почетного знака Конгресса муниципальных образований за вклад в развитие муниципального управления. Награду вручил депутат Госдумы Александр Прокопьев. То общее дело, которое вы сегодня как вопрос подняли вместе с администрацией Косихинского района, а именно строительство школы в Контошина, я вас в этом полностью поддерживаю и продолжу поддерживать. Контошина нуждается в новой школе, но в КАИП на 2021 год она не попала. Депутат Госдумы Александр Прокопьев подключил своих помощников, чтобы они разобрались в причинах. При корректировке программы еще есть шанс получить финансирование проекта в этом году. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. А вот в Тольменском районе уже неделю без воды живет счета пенсионеров. Примечательно, что доступ к ней, рассказывают пострадавшие, перекрыла ресурсоснабжающая компания. Пожилая пара месяц назад выигрывала у организации суд, добившись перерасчета тарифа. Но в итоге пожилые люди не смогли сэкономить на оплате и совсем остались без воды. В проблеме попытался разобраться Артем Гусельников. Несмотря на 30-градусную жару, в этом доме уже неделю нет воды. Жителям приходится пользоваться ранее собранной дождевой, но и она скоро закончится. Причина таких неудобств – конфликт с водоснабжающей компанией. Вот сейчас закрытый, а вот так открытый. Ну, воды нет. Всё началось, говорит Виктор Смоляга, когда компания «Каскад» повысила стоимость холодной воды почти в два раза – до 57 рублей за кубометр. Качество при этом осталось на прежнем уровне. Без дополнительной очистки воду можно использовать только в технических целях. Она мутная, всегда осадок на посуде, потом забивается машина стиральная, водонагреватели выходят раньше срока. Всё зависит от воды. Пенсионер обратился в суд для того, чтобы признать повышение тарифа незаконным. Как итог, иск частично удовлетворён. Компания должна пересчитать стоимость услуг и выплатить моральную компенсацию. Но вместо этого престарелым людям перекрыли воду. Подъехали и встали напротив как раз окна. Встала машина ихняя, и они там работали в колодце. Нам даже не видно было, что они именно в колодец пошли. А мы поняли, что они там сделали. Когда я открыла кран, дать воды попить, а воды нет. И тогда стало понятно, что воду нам закрыли. Компания «Каскад», по словам пенсионеров, выдвинула условия, без которого отказывалась возобновлять подачу воды. Оплатить задолженность, которая возникла после повышения тарифа. Смоляга, несмотря на выигрыш в суде, пошли на уступки и доплатили разницу. Но и после этого возмущается Нина Ивановна, вода в их доме не появилась. Связаться с руководством ресурсоснабжающей компании не удалось. Мол, директор в отъезде и нет времени общаться со СМИ. В местном сельсовете от разъяснений не отказались. К нам они не обращались, мы только сегодня узнали, что им отключили воду. Даже не в курсе были. Ну, конечно, мы с главой это обсудим сегодня же и свяжемся с Смоляга, спросим, какая помощь им нужна. А пока для Читы Смоляга каждая капля на вес золота. Пенсионеры стали реже поливать огород и мыть посуду. Редкостью стала и стирка одежды. Для питья воду покупают в магазине и это сильно бьет по скромному бюджету, рассказывают пенсионеры, которые к тому же ухаживают за племянником-инвалидом. Говорят, им трудно и очень обидно, что пройдя судебные тяжбы, они вынуждены страдать еще больше, чем прежде. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Социальные мобильные бригады все чаще используют для доставки пенсионеров в медицинские организации. Об этом сегодня во время пресс-конференции, посвященной первым итогам федерального проекта «Старшее поколение», рассказала министр соцзащиты населения края Наталья Оськина. Это востребовано, потому что это нужно. Пожилые даже после ковида становятся более тяжелые, им требуется специальная помощь и поддержка. В регионе сейчас проживает больше 600 тысяч пенсионеров, а это почти четверть всего населения края. Для помощи пожилым людям начал действовать федеральный проект «Старшее поколение». Благодаря ему в крае увеличилось число профилактических осмотров и диспансеризации пенсионеров. В центрах соцобслуживания начали открывать пункты дневного пребывания и школы по уходу именно за пожилыми и инвалидами. В Новоалтайске, например, такой пункт уже строят. Там медики будут оказывать помощь совместно с социальными работниками, которые в настоящее время проходят специальное обучение по уходу за пожилыми жителями региона. Барнаулу для комфортного лета не хватает бесплатных пляжей. Так считают горожане. Знойная погода показала, что остров Помаскин, единственное официальное разрешенное место отдыха, с трудом справляется с наплывом отдыхающих. Несколько дней назад Алтайский край накрыла 30-ти градусная жара, и люди массово потянулись к воде. В Барнауле работают порядка 10 точек, где разрешено поплавать. При этом только одна – бесплатная. Это остров Помаскин, и сегодня в разгар рабочей недели здесь сотни людей. Жарко, посмотрели, почитали, чисто говорят. Поэтому решили первый раз приехать, посмотреть. Многие горожане испытывают нехватку бесплатных зон отдыха. Есть такая испытка нехватки пляжей в городе, если даже один, потому что очень большое количество людей, которые хотят отдыхать, особенно сейчас, в данное время, потому что очень жарко, и желательно, чтобы было больше пляжей. Просто бесплатно пришли сюда и все, покупаться. Потому что неохота особо тратить деньги. Мест отдыха, где можно поплавать за деньги, в Барнауле предостаточно. Отдых там не всем по карману. Минимальная стоимость часа – от 200 рублей. Но из-за того, что официально разрешенный пляж забит до отказа, одни все же раскошеливаются, другие выбирают дикие пляжи. И там небезопасно. Однако без проблем не обходится и на муниципальном. Да, когда приходят выпившие сильно, некоторые даже идти на ногах не могут. В воду шагают, падают, шагают, падают, встают. Ты понимаешь, что он плавать точно не сможет, потому что он даже идти не может. Ты начинаешь ему объяснять, что дружище, давай, выходи. А пока любителям официального и бесплатного отдыха у воды приходится ютиться рядом друг с другом. Словно никто и не знает о социальной дистанции. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В шукшинских дней на Алтае в июле не будет. Это связано с эпид-обстановкой в регионе, сообщила сегодня министр культуры края Елена Безрукова. Однако власти не отменяют фестиваль полностью, а лишь переносят его. Предварительно перенести всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае на даты 28 сентября, напомню, это день рождения Алтайского края, по 2 октября, а это день памяти Василия Макаровича Шукшина. Естественно, ближе к этим датам мы еще раз посмотрим обстановку, для того, чтобы окончательно их утвердить. Но даже с учетом переноса фестиваля не будет ни праздника на горе Пикет, ни народных гуляний в сростках и у памятника Шукшина в Барнауле. При этом в рамках фестиваля сохранят литературные встречи с актерами, музейные мероприятия, официальные церемонии открытия в Барнауле и закрытия в Бийске. И, конечно, кинофестиваль. По словам министра культуры, афиша уже сформирована. В ней 13 работ. Об отказе больших звезд приехать на Алтай в связи с переносом не сообщается. Выставка «Азарт» в Барнауле состоится, открытие намечено на 8 июля. Но придется соблюдать ограничения. Что касается массовых мероприятий в сентябре, то сдавать билеты на них Безрукова пока не советуют. И к новостям спорта. Футбольный клуб «Темп» вышел в полуфинал Кубка Сибири. Состав баскетбольной команды Барнаула пополнил американец Кван Валер. А наша легкоатлетка Полина Миллер установила личный рекорд и стала второй на международном турнире во Франции. Подробнее об этом в сюжете Дмитрия Дроздова. В 1-4 Кубка Сибири – Барнаульское дерби. Футбольный клуб «Темп» против Алтая. Если в первой встрече подопечные Сергея Шатохина сделали кэмбэк, отыграли с 2-0, то на родном поле «Темповцы» не оставили шанса своим гостям. Гол бывшему клубу забил Роман Сычев и дважды мяч в сетку ворот отправил Никита Ворона. Как итог, победа «Темпа» 3-0. И подопечные Ивана Старкова взлетают в полуфинал Кубка Сибири. Могу сказать, что из двух матчей собрался один матч, к чему мы стремимся и как хотим играть. Но первый тайм на выезде и здесь второй тайм. То есть ребята могут играть и физически они готовы. Теперь футболисты «Темпа» будут ждать своего соперника в 1-2 финала. Это будет «Бийский строитель» или «Распаска» из Междуреченска. Матчи между этими командами состоятся 11 и 18 июля. Американец в городе, разыгрывающий защитник Кван Валер пополнил состав баскетбольного клуба «Барнаул». Напомню, что наша команда выиграла «Суперлигу-2». И в новом сезоне барнаульцы будут играть в «Суперлиге-1». Это повышение в классе, так что усиление нужно. Кван Валер, 89-го года рождения, начал свой баскетбольный путь в старшей школе города Оберн, родного штата Иллинойс. Играл в студенческой лиге США, один сезон в высшей лиге Великобритании. Два сезона в грузинской суперлиге и успел поиграть в Германии. В нашей команде Кван будет играть под 12-м номером. Пока что он находится в Америке, в «Барнаул» приедет в августе, где мы с ним и познакомимся. Полина Миллер установила личный рекорд в забеге на 400 метров на международном турнире во французском «Нанси». Наша землячка финишировала второй с результатом 50,76 секунд. Впереди была только бельгийка. Напомню, что предыдущий рекорд Полины 50,87 секунды. Вот такие удачные 11 сотых. Дмитрий Дроздов, «День с толком». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok